С 87 до 100 человек увеличится число главных внештатных специалистов, которые работают в Хабаровском крае. Профессора и врачи высших категорий сильнейших медицинских центров России смогут чаще приезжать в край и помогать налаживать работу по новым для региона направлениям. Ярким примером может служить развитие трансплантологии, о которых мы уже много говорили. И, конечно же, здесь должен быть главный внештатный специалист по трансплантологии. Также это и главные внештатные специалисты по гириатрии, для того, чтобы развивать нашу службу для лиц старшего поколения. По данным регионального Минздрава в Хабаровском крае снижается смертность. Показатель спускается к историческому минимуму, который наблюдался в регионе 5-7 лет назад. Сейчас это около 14% летальных случаев на тысячу граждан. Снижение смертности от болезней системы кровообращения, от болезней органов дыхания, от онкологических заболеваний. Это как положительное достижение. Надо отметить, что по сравнению с 2020 годом, то есть до ковидным годом, у нас значительное снижение. Мы практически выходим на показатели, до ковидные показатели. Задачи системы здравоохранения региона много. Это и строительство ФАПов в малых населенных пунктах. И переоснащение больницы, конечно, увеличение медицинского персонала, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была широко доступна. У нас есть задачи по развитию отделения хирургии головы шеи. Принципиальный вопрос, который у нас отсутствует в крае, как таковой. Конечно же, вопрос развития онкологической помощи нас очень беспокоит. И в этом году у нас есть задачи по улучшению маршрутизации, доступности, открытию центров амбулаторной онкологической помощи. На коллегии Краевого Минздрава специалисты со всего региона подводят итоги работы за год и ставят цели на ближайшее будущее. Анастасия Незнанова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.